Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Добрый день, Татьяна Юрьевна. Честно могу сказать, да, я согласился на эту презентацию. Она такая философская планировалась, но очень тяжело шла. Но, честно говоря, под конец мне кажется, что она мне будет нравиться. Начну я немножко, да, не с рака молочной железы, а чуть-чуть с другой темы. Насколько изменилась наша жизнь. Оказалось, что достаточно просто кивнуть в ответ на вопрос, не хотите ли вы поддержать конференцию, чтобы это была поддерживаемая лекция. И тут же она выводится из программы непрерывного медицинского образования. Но, опять же, я надеюсь, что это будет самая независимая из поддерживаемых, а может быть, даже и неподдерживаемых лекций. Но, в любом случае, спасибо Pfizer за то, что поддержали это выступление и поддержали конференцию. Теперь, возвращаясь к раку молочной железы, ну, на самом деле, когда мы были молодыми, все было просто. Честно говоря, рак молочной железы – это был всегда пример некой позитивной опухоли с точки зрения и вариантов лечения, и прогноза, и возможности диагностики. Ну, может быть, более позитивными с точки зрения лечения были, например, герминогенные опухоли, но это были те заболевания, с которыми мы сталкивались очень редко. А из того, что действительно составляет основную массу злокачественных опухолей у взрослых, рак молочной железы всегда рассматривался как болезнь, которую можно назвать, ну, скажем так, хорошей болезнью, если такое применимо к злокачественному опухолю. Но время шло, и, собственно говоря, и у меня, я думаю, что у всех у вас стали появляться вопросы и сомнения в этом самом. Ну и первое, то, что молочная железа, рак молочной железы – это всегда хорошо на фоне других опухолей. С одной стороны, да, действительно прекрасные задатки. Легко досмотра для осмотра, относительно простой и неинвазивный скрининг, есть молекулярные мишени. Относительно простая при всем уважении к хирургам все-таки это не удаление пищевода. А хирургия – много доступных препаратов и режимов, больные живут долго. Это приятный контингент больных, как бы, да, и каждый знает, что все-таки социальных стигм, как бы, да, у этого контингента онкологических пациентов точно нет. Но что же мы видим, во что реализуются эти задатки? Ну, например, скрининг и ранняя диагностика. Сколько уж слов, но сначала нашей ординатуры, а также и, собственно говоря, в публичное пространство было сказано про простоту и легкость диагностики и самодиагностики при этой опухоли, сколько было гневных лечей произнесено о запущенности опухолей, сколько надежд на самом деле мы возлагали на осмотры, пальпации и так далее. И ведь действительно, казалось бы, очень благодарная опухоль с точки зрения локализации и доступности. Это опухоль наружной локализации. Но если посмотреть, например, на статистику третьей стадии, которая во многом отражает как раз запущенность в силу поздней диагностики, неадекватно поздней диагностики, да, связанной с опухолей визуальной локализации, то мы видим, что она практически не меняется. Ну, хорошо, раньше был, как бы, да, каждое четвертое, сейчас каждая пятая женщина имеет третью стадию на момент первичного выявления. И здесь оказывается, что без разницы, на какой поверхности, как бы, да, на наружной или на вручной расположена опухоль, а если мы не в состоянии донести мысль о необходимости обращения к врачу и вниманию к своему здоровью до самой пациентки, то есть до головы, да, то, к сожалению, наружная локализация не сильно помогает в ранней диагностике. А с точки зрения того, на что уже влияем мы сами, именно на скрининговые методы, то есть там, где задействован врач, здесь, к сожалению, несмотря на, казалось бы, простоту, несмотря на, казалось бы, то, что маммография стала уже общим местом необходимости, если посмотреть, то ее эффективность, эффективность доступных методов скрининга при раке молочной железы крайне и крайне низка. В этом нет вины врачей, в этом нет вины, как бы, да, маммографии как таковой. Это особенности самой по себе болезни. Ну, нету при раке молочной железы стадии предрака. Не получится, к сожалению, да, вот такой вот диагностики, такого драматического успеха от скрининговых мероприятий, как, например, при раке шейки матки. И поэтому у нас все время, к сожалению, со скринингом получается при этой болезни, казалось бы, простым скринингом, то перелет, то недолет, то слишком рано определили, и это гипердиагностика, то слишком поздно, опухоль еще маленькая, но уже успела диссеминировать. И, честно говоря, непредсказуемость этой болезни с точки зрения метастатического потенциала ставит под сомнение даже саму догму, как бы, да, о том, что ранний диагноз – это всегда хорошо. Та самая гипердиагностика, о которой я говорил чуть выше, это выявление опухоли, которая на протяжении всей оставшейся жизни пациентки не приведет к каким-либо клинически значимым проблемам. И, судя по тому, что пишут наши американские коллеги, от 20 до 50 процентов опухолей, выявляемых при скрининге, при, казалось бы, вот этим простом и достаточно информативном скрининге – это гипердиагностика. Поэтому, конечно, в целом хорошо иметь раннюю стадию рака молочной железы, но, к сожалению, плохо, что эта болезнь непредсказуема. И ранняя стадия для одних подтипов – это, еще раз повторюсь, может быть слишком поздно, а для других подтипов может быть слишком рано. Поэтому я бы сказал, что, несмотря на свою локализацию и доступность осмотра и методам скрининга, молочная железа для, скажем так, профилактических мероприятий, остается очень неуловимой. Вроде бы все хорошо, вроде бы есть все задатки. Но если посмотреть на график американский, вот в 1940 году три болезни стартовали с одного и того же уровня смертности. Колоректальный рак, рак молочной железы и рак тела и шейки матки. И посмотрите, какие разные судьбы у этих заболеваний. А как ведет себя рак молочной железы в целом по популяции, да? И что, насколько хорошо, каких хороших успехов удалось добиться при двух других нозологии. Хотя, конечно, хорошие сдвиги есть, и начались они примерно где-то в 90-м году. Мы видим, что все-таки падает смертность от рака молочной железы. Но меня терзают смутные сомнения, что, скорее всего, они связаны именно с лечением, а не с профилактикой и скринингом. И здесь мы можем с гордостью вроде бы сказать, что ведь с лечением у нас все хорошо. Еще раз повторюсь, относительно простая хирургия, огромный и постоянно выполняющий арсенал препаратов, возможность выбора вариантов лечения, таргетность. А сейчас присоединилась иммунотерапия. В общем, мы чувствуем себя во всеоружии с огромным арсеналом в руках. Но да, действительно, за прошедшие годы произошло много позитивного, того, что, можно сказать, однозначно хорошо. Первое, хирурги убрали излишек своей агрессии в отношении локального лечения рака молочной железы, перестали без надобности калечить. К сожалению, действительно, это были калечащие операции, калечить женщин. И при этом, слава богу, опять же, свою нерастраченную и очень кипучую энергию хирурги-мамологи стали тратить на реконструкцию. И с этой точки зрения тоже очень хорошо, потому что и хирурги при деле, и женщинам, в общем, на самом деле огромная от этого польза. Очень плохо, что, к сожалению, наши надежды на хирургию при распространенных стадиях не оправдались. Это слайды с последнего конгресса АСКО. И мы видим, к сожалению, еще одно отрицательное исследование по поводу возможностей хирургии в лечении распространенного рака молочной железы, то есть удаление первичной опухоли. Еще одно рандомизированное исследование, к сожалению, не показало никаких преимуществ отношения безрецидивной и выживаемости без прогрессирования, общей выживаемости у больных, подвергнутых локальному лечению при метастатическом раке молочной железы. Хотя чуть-чуть хорошего прозвучало в обсуждении, я, наверное, с этим соглашусь. Первое, что все-таки каждый, кто сталкивался с локальным прогрессированием местным, знает, что это может быть гораздо мучительнее, чем 20 метастазов печень, когда снаружи идет прогрессия, да, и, возможно, для некоторых пациентов удаление первичной опухоли все-таки это благо за счет того, что предотвращается возможность локального прогрессирования. Ну и плюс к этому, основываясь на результатах турецкого исследования, где была одна из подгрупп, которая, судя по всему, выигрывает, хотя она, конечно, очень редкая, это больные с солитарными костными метастазами, что, возможно, открывает возможности хирургии при олигометастатической болезни раки молочной железы. Ну и лекарственное лечение, которое, в общем, действительно, как бы, да, молочная железа долго была царицей полей в отношении лекарственного лечения. Наибольший арсенал, наибольшее внимание, наибольшее количество исследований. И более того, мы вроде бы говорим об индивидуализации и о очень большом количестве, то, что молочная железа – это полигон такой, как бы, да, для исследования молекулярных подтипов. И действительно, если посмотреть на кривые выживаемости и на истинные подтипы рака молочной железы, то их становится все больше и больше. Они действительно отличаются между собой по своему поведению и по своему прогнозу. Но, к сожалению, с точки зрения того, что мы реально можем использовать, это очень маленький такой вот, как бы, да, суррогат. Это иммуногистохимическая классификация, которая выделяет всего лишь 4 подтипа рака молочной, ну, 4,5 подтипа рака молочной железы. Да и то выделяет не молекулярные подтипы, а лишь то, на что мы можем опираться при выборе тактики лечения. И здесь с выбором тоже, как бы, да, мы можем ответить на вопрос, нужен ли пациенту антихер-2 терапия, нужна ли пациентке гормональная терапия, или они не нужны. С точки зрения выбора индивидуального подхода, с точки зрения, как бы, да, решения о том, какой же из возможных вариантов лечения пациентки назначить, мы, собственно говоря, не можем дать ответ на основание имеющихся у нас способов прогнозирования. Да, 10-15 лет назад было абсолютно круто, как бы, да, что мы имели целых два предсказательных теста на одну опухоль. Хер-2 и рецепторы эстрогенов. Но прошли годы, и посмотрите, как выглядит дерево принятия решения именно таргетной терапии, направленной терапии, да, при немелкоклеточном раке лёгкого, который очень долго был аутсайдером, с двумя только опциями, либо химиотерапия, либо сразу же симптоматическое лечение. И как по-прежнему выглядят достаточно куца-деревца, которая определяет выбор тактики лечения при метастатическом раке молочной железы. Рецепторы эстрогенов и Хер-2. Да, вроде бы ситуация исправляется. Это, конечно, хорошо. У нас появляются новые валидированные маркёры. И теперь реально в молочную железу входит ПДЛ-1, входит МРАКО, входит ПИК-3СЕ, входит микросателлитная нестабильность, НТРК. Но, к сожалению, из того, что встречается относительно хотя бы часто, я не могу сказать, что есть какие-то драматические успехи именно в молочной железе при воздействии на эти мишени. Ну, сравните, как бы, да, вот какова эффективность пембролизумаба плюс химиотерапии при немелкоклеточном раке лёгкого, и что же нам добавил к выживаемости отезолизумаб с химиотерапией при трижды негативном раке молочной железы. Посмотрите на замечательные совершенно кривые по использованию парп-ингибитора при БРСЕ и мутированном раке яичников, и посмотрите, как расходятся кривые при БРСЕ и мутированном раке молочной железы. И ведь действительно, опять же, это не вина, как бы, ни врачей, ни фарма, тем более, которая стремится изо всех сил туда подбросить лекарства. А рак молочной железы оказался беден и обделён хорошими мишенями для таргетной терапии. Я не случайно привёл здесь как раз рак лёгкого, потому что очень хорошо демонстрирует по, скажем так, выигрышу от воздействия на мишей. Наиболее чувствительные опухоли, где есть транслокации, но в молочной железе практически нет мишеней с транслокацией. Чуть менее чувствительные, но всё равно очень чувствительные опухоли там, где есть точечные мутации. Но при раке молочной железы, опять же, практически нет мишеней, в которых задействована точечная мутация. В основном рак молочной железы – это гиперэкспрессия, активация какого-то сигнального пути просто за счёт увеличения количества копий того или иного гена. Да, есть исключения. Например, совсем недавно появилась совершенно статья, которая произвела на меня неизгладимое впечатление, потому что забрежила надежда для одного из очень редких, но при этом крайне агрессивных и печальных по течению вариантов рака молочной железы, метапластического. Использование комбинации иммунных препаратов, НИВА и ИПИ, привело к тому, что там у трёх больных из семнадцати, да, немного, но с другой стороны, там контроль над болезнью у пациентков, у трёх больных два с плюсом года, продолжающийся контроль. Это действительно драматическое изменение судьбы. Ну или, например, НТРК-ингибиторы при ещё более редком подтипе рака молочной железы – это секреторный рак, где тоже драматические и долгие эффекты. Но ещё раз повторюсь, к сожалению, это лишь исключение. Вы спросите, старые кони антихер-2 эндокринотерапии ведь не портят борозды, ведь это хорошо? Да, действительно хорошо. Это реальная таргетная терапия, это достаточно высокая частота эффектов, это длительные эффекты, но, к сожалению, уже достаточно мало, даже на фоне вчерашних аутсайдеров, того же немелкоклеточного рака лёгкого. Молочная железа шагает вперёд, улучшаются результаты лечения, но не так драматично, как нам бы хотелось. И более того, к сожалению, самый частый подтип, который делает большую часть молочной железы – это люминальный рак. С момента первого и драматического успеха, который, правда, долго был незамеченным, суфех от эмоксифена, на протяжении многих-многих лет оставался совершенно не кусаемой мишенью. Что мы только не делали. Мы ингибиторы ароматазы придумали, мы фулвестранты, и веролимус, и так, и химиотерапии пытались их лечить агрессивной. Но, к сожалению, общая выживаемость стояла на месте. И, собственно говоря, уже кто задумался, закрепилось, что при этом подтипе есть какое-то ограничение, судя по всему, по продолжительности жизни, потому что, чтобы мы не делали, перемены мест слагаемых суммы не менялось. И даже первые, безумные, кстати, к вопросу о первом слайде, это, кажется, единственный слайд, который посвящен препаратам компании, поддержавшей доклад. И более того, даже если бы они не поддержали, я бы его все равно включил, потому что, с моей точки зрения, это потрясающий успех. И более того, это успех на большой популяции больных рака молочной железы. И даже первые и безумно впечатляющие успехи CDK 4.6, как бы, да, это успех Палбоциклиба первым, который появился на этом, достигнув более чем двухлетней выживаемости без прогрессирования, все равно долго заставлял нас терзаться сомнениями, а где же общая выживаемость? И мы уже начинали верить в то, что на самом деле, возможно, лечение не меняет биологию люминальных раков. Там есть некие внутренние часы, которые, вне зависимости от того, что бы мы с ними делали, они срабатывают в одно и то же время, отработанное заранее. Но, к славу Богу, наконец-таки в 2019 году CDK 4 ингибиторы, и Палбо, и Риббо, и Абема выдали нам, наконец-таки, подтверждение того, что и эта крепость пала, и есть возможность увеличить общую выживаемость при люминальном раке. И это полностью поменяло парадигму лечения этого рака. Мы стали начинать с наиболее мощной терапии, потому что это влияет на продолжительность жизни больных. И с моей точки зрения это хорошо. Хотя, опять же, к сожалению, текущая ска подбросила большую ложку дегтя в наши надежды в отношении того, что все, что хорошо при метастатическом раке, хорошо при раннем. К сожалению, неоадювантное исследование по использованию одного из ингибиторов CDK 4,6, это римбоциклеп был, как бы, да, не показало увеличения ни объективного эффекта, ни, соответственно, патоморфологических изменений. Там измеряли по уровню Ки-67, так как полная патоморфологическая регрессия редко встречается при люминальных раках. Но, к сожалению, ни та, ни другая, как бы, да, не вздрогнула и не показала преимуществ от добавления CDK 4,6 к неоадювантной терапии. Но, опять же, вы скажете, что, ну, хорошо, ну, есть, что есть, но, слава богу, у нас ведь все-таки есть устоявшаяся картинка в соответствии, мы лечим в соответствии с биологией опухоли, мы продвинутые, мы основываемся на последних досвяжениях молекулярной медицины, понимая, каким образом функционирует эта, дорогая, опухоль, не проводим какую-то дурацкую химиотерапию, как бы, да, а ведем молекулярно направленное лечение. Но мир не стоит на месте. И мне так кажется, но это вот уже немножко, как бы, да, в точку зрения прогнозов, скоро рак молочной железы немножко, может быть, и сильно перевернется сам и перевернет другие области онкологии. Ведь если засуматься, то концепция таргетности и хронической сдерживающей терапии – это иногда, хотя и не всегда, это от бессилия. Мы говорим, что хорошо сдерживать болезнь только потому, что не можем ее убить до конца. Представьте, чтобы при молочной железе был бы свой БЭП, как бы, да, и кому бы была какая разница, люминальный это рак или это рак трижды негативный, так же, как при герминогенных опухолях, на самом деле семенома, или желточный мешок, или хорион карцинома – делай БЭП, и все будет хорошо. Таргетная терапия, ведь она работает путем блокады активированных сигнальных путей, это накладывает определенное количество ограничений. Например, просто наличие рецептора недостаточно для реализации ее эффекта. ХЕР-2 без гиперэкспрессии, если рецептор есть, но не активирован, не работает, и GFR, цикит, алк, если есть, но нет активирующих мутаций, не будет работать таргетная терапия. Более того, блокады сигнального пути приводят к приостановке прогрессии, но не к смерти опухолевой клетки в большинстве случаев. А химиотерапия просто убивает. Другое дело, что мы считаем, что она свое уже давно отыграла. Но к вопросу о том, что просто наличие рецептора недостаточно. Опять же, свежая работа 2020 года, так называемые ХЕР-2 лоу опухоли, адювантная терапия с или без тростузумаба. К сожалению, мы видим, что если нет признаков активации сигнального пути, то есть трех плюсов или фиш-позитивности, то наличие рецептора абсолютно никак не предсказывает эффективность чистой таргетной терапии анти-ХЕР-2. Кривые неотличимы, что с тростузумабом, что без. Но появился новый класс препаратов, которые мы пока все-таки все равно ассоциировали до недавнего времени только с опухолями, при которых есть активация ХЕР-2 пути, то есть ХЕР-2-позитивными опухолями. Это тогда, когда к таргетному препарату мы пришиваем цитостатик. Причем такой цитостатик лисий яд совсем. И мы видим, что в группе ХЕР-2 позитивных опухолей, в данном случае это исследование Катерин, там, где препарат использовался в адювантном режиме, у пациенток, не достигших полной патоморфологической регрессии на фоне тростузумаб, содержащей неоадювантной терапии. Но что показало это исследование? Почему оно оказалось интересным опять 2020 года? Но оно само по себе интересно, потому что оно practice changing. Посмотрите, кто выигрывает. К сожалению, на слайде на АСКО я нашел, что здесь есть неправильно маркированные кривые. Вот та самая нижняя кривая – это те пациентки, у которых после неоадювантной части анти-ХЕР-2 терапии уровень ХЕР-2 экспрессии в остаточной опухоли снизился ниже, чем порог ХЕР-2 позитивности. Они все равно продолжили лечение в рамках вот этого рандомизированного исследования. И посмотрите, какая разница у тех больных, которые получали или не получали тростузумаб и мтанзин, то есть конъюгированное моноклональное антитело, среди тех, у кого это произошло, то есть снижение до ХЕР-2 лоу-уровня. Скажите, когда в последний раз вы видели 30-процентную абсолютную разницу в выживаемости в адювантных исследованиях при раке молочной железы. Так что же поменялось? Появился новый класс конъюгированных моноклональных антител, который, с моей точки зрения, может сделать переворот, и причем не только в раке молочной железы. Что произошло? Здесь на самом деле просто поменяли а, цитостатик, и п, поменяли принцип действия мостика, который связывает его с моноклональным антителом. И теперь цитостатик высвобождается уже не внутриклеточно при эндоцитозе, как было с ТДМ1, а высвобождается сразу после контакта с рецептором за счет расщепления ферментов, ферментами которых много в опухолевом окружении. И, соответственно, он воздействует уже не только на ту клетку, которая несет ХЕР-2 рецептор, но и на окружающие клетки, которые находятся в непосредственной близости от нее. Казалось бы, всего лишь технологические изменения, а привычную терапию уже не узнать. Реально, на самом деле, вспомните это использование пока еще, как бы, да, это исследование при ХЕР-2-позитивном, классическом ХЕР-2-позитивном раке молочной железы. Но это пациентки, которые уже получили тростозумаб, пертузумаб и ТДМ1. Такого в водопадах я не видел давно при молочной железе в 33-й линии, грубо говоря, лечения. Практически все ответили на использование препарата. Но самое интересное начинается потом. Вот те самые ХЕР-2-лоу, где путь-то не активирован. И мы видим, что здесь, правда, зависимо от того количества рецепторов, которые экспрессируются на клетках, мы видим, что при иммуногистохимии 2 несколько лучший результат, чем при иммуногистохимии 1. Но все равно практически все пациентки с неактивированным ХЕР-2-рецептором, просто присутствующим на клетке, отвечают на этот препарат. И более того, судя по всему, такому принципу без разницы вообще, на какой опухоли есть этот рецептор. Кривые с водопадиками выглядят одинаково при раке желудка, при раке легкого, при колоректальном раке, с экспрессией ХЕР-2. А теперь посмотрим, к чему это может привести. Общим местом уже стало, что люминальный рак молочной железы самый частый вариант, самый частый злокачественный опухоль у женщин. 70%. Но если посмотреть по экспрессии ХЕР-2, не по гиперэкспрессии, а просто по экспрессии, там, где есть этот рецептор, может оказаться, что у нас появляется второй, частый, хотя и совершенно не молекулярный, то есть биологически необоснованный, по типу. И при всем уважении, это не таргетная терапия в классическом понимании, это таргетная химиотерапия. Действующее вещество – цитостатик. Действие независимо от биологического типа опухоли, а просто от наличия нерецептора. Но наличие мишени есть, которое должна быть определена до начала лечения, так как предсказывает ее эффективность. Это таргетная терапия, но это таргетная химиотерапия. Так что, возможно, мы скоро не узнаем и привычные алгоритмы лечения, и классификацию рака молочной железы. Появится трижды негативный РНЖ с экспрессией ХЕР-2, люминальный А с экспрессией ХЕР-2, люминальный Б хЕР-2 негативный с экспрессией ХЕР-2. В общем, заканчивая, я прошу прощения, я перебрал несколько секунд, я так думаю, что наконец нам вновь удастся нащупать в раке молочной железы что-то хорошее, что можно более того, экстраполировать и на другие опухоли. И мне кажется, что это очень-очень хорошо. Спасибо. Продолжение следует...